Народ, привет. Привет. Мы собрались в подземелье под рынком Сухонные ряды. Это не то подземелье, что вы показывали бесплатно и билетов на сегодня нет. Хорошо, что мы еще пару дней в Кракове. Мы взяли билеты. Вот так они выглядят. 28,1 за двоих 56. 28 крон один билет. И Наташа еще нашла тот музей, в который мы постоянно не можем. Подожди, попасть сейчас. Какая очередь, чтобы попасть вообще в эти подземелья. Мы еще даже не знаем, что там. Вот музей, где нас постоянно выгоняют. А ну покажи, что там. Ну разверни, пожалуйста. Интересно же. Так что завтра с вами в подземелье, а вот музей, куда мы никак попасть не можем. Ну вид мы с Мариатского лучше показали. В общем, ничего мы не потеряли. Два раза уже пытались. Видимо, это не наше. Все, народ. До завтра. Да. Привет, народ. Ну что, наступила долгожданная попозже. Идем мы в это подземелье. Вчера посмотрели, что там будто бы снимать нельзя. Ну мы, может, что-то снимем, может, нет. Посмотрим. Все, что нельзя. Все можно. Видим. Видим. То есть, видим суконные ряды. И в одних из первых вот таких вот дверей находится вход. А кассы находятся с противоположной стороны. Идем сюда налево, а то там эти вовы. Если вам нужны кассы, вам нужно обойти это здание. А вот вход уже прямо в это здание. Еще рекомендация вообще всем блогерам. Снимайте селки-палку. Когда вы ведете видео, держите селки-палку. Для стабилизации это классно, но людей, особенно охранников, это нергирует. Особенно в Эмиратах. А когда вы просто снимаетесь с телефоном, да, стабилизация меньше, но зато вы как бы почти в безопасности. То есть, вы не блогер, вы не блогер. Так, все. Подходим к входу. Вон вход, кстати. Все вам покажу отсюда. Вот это вот вход в подземелье. И пока отключаемся. Постараемся подключиться уже там. Все, пришли даже раньше. А? Нельзя? Как сказала Наташа, это редкая фигня. Еще и снимать не разрешают. Ну, это что-то раскопали. И вот это все интерактивное сделано. Нельзя ничего показывать. Сделано интерактивное. Как я понимаю. Ну, вот смотри, это, наверное, город был... А, подожди. Борис. Что это? Почему это? Лондон, Борис. Самые метки какие-то. Такая острыкая подпольная съемка у нас. Интересно, пройтись-то можно? Вот этим мальчик ходит, но я пойду. В Дубае немножко круче было, когда я гуляла по стеклу. Народ, честно, пока ни о чем вообще. Как говорит Наташа, вообще ни о чем. Ну, раскопки. Какое-то столетие, тысячелетие. Ну, ладно, может, пойдем дальше. У меня такое впечатление, что они превзошли даже эмирации. Господи, еще и снимать нельзя. Народ, честно, хрень полная. Мы в шоке. Смотрите, правда, сколько людей. Еще ж билетом не было. Это, ну, просто, как Наташа сказала, рыли-рыли, разрыли город. И теперь вот на этом зарабатывают. Да, есть расчески, пинцеты, но как бы 28 злотых оно просто не стоит. Просто не имеет права стоить столько денег. Это вообще просто какое-то... Что там лежит? Ну, это янтарь, но я думала ногти, если честно. А вот какие-то, ну, из металла что-то нашли, из глины. Скрываемся от охранника, вы снимаем. Ну, такие интеракции, как бы, ну, может, прикольно. Видимо, это тот пожар, который сжег. Который город и сжег. Ну, как обычно. Как обычно в средние века. Да, народ, такая хрень, что мы в шоке, конечно. Ну, может, кому-то это нравится, но, блин, таких просто денег оно не стоит. Честно, как будто бы ты в жизни ничего не видел. И вот, 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 вот. Вот это можем показать чуть-чуть. Что охранники следуют по пятам. И не могут объяснить, почему они здесь не ездят. На людей море. И вчера билетов не было. Офигеть, в такую фигню еще билеты нужно. Не надо сюда ходить просто, не надо. Не, ну, кому-то хочется. Я считаю, для меня это очень мягко. Ну, типа, какая-то штучка здесь, да? Здесь, как-то интеракционное разъяснение. Ну, вот, что это такое. И что это? Элемент какой-то, они непонятные еще. В смысле, его увеличили просто. А ну, подожди, галерея. Так, и что? Вот какие штучки здесь лежат. И что? Так, а проще. И что? Элемент? А, это такая же надпись была. Я не знаю. Они что, издеваются? В смысле? Наташа, что так стала от охранника, прикрывает? В смысле? Это что? Вот реально я тыкаю просто, и она мне расскажет, что это элемент, это раскопки какой-то. Ай, блин, слабенькая. Она, подожди, сейчас, ну, очень слабенькая. Это не то, что слабенькая. Ну, сейчас, ну, давай, сейчас на русском, чтобы я уже убедилась, что я мужчина, дорогие платья. Ну, ты стоишь и читаешь, что это было. Это как бы было, называется, как мы представляем, как было. Бубашка, штаны, привязываю, ля-ля-ля-ля. То есть, кому интересно просто. И следую краю ринка, щекаю. Да, просто стопьте и смотрите, это сделано из кожи и богатый украшенный амулет, назывались Капторги. Ай, ну, прекрасно. Ну, и все. А теперь вы увидите, как оно, то, что мы думаем, было прекрасно, вот теперь оно так выглядит. Ну, мужчина. Что мужчина? Это мужчина, украшенный мужчина. Мужчина, называется мужчина. Ну, давай дальше, ну, какой-то еще. Мужчина. Тоже мужчина. Так, все. Ай, ясно. Идем дальше. Ну, вот. Да, мы здесь просто находимся все еще. В этой пещерке туннель такой сделали. Ну, работа масштабная. Ну, вот ради... Ну, наверное, да. Просто, наверное, мы видели покруче, поинтересней. И в Эмиратах в тех же намного покруче. И все бесплатно. Ну, что здесь? Ну, это петься кузнецы, и это работы кузнецов. То, что нашли. Ну, да, это как, не знаю, история какая-то такая. Ну, и... Ну, не какая-то такая, а большая история. Но, блин... Большая работа, большие деньги. Большая работа, большие деньги. Но это того не стоит, да, Наташ? Да, Наташа? Я прячу время. Я не знаю. Разочарованы сильно. Да. Ну, вот такой смешной, прикольный перевод, что нам понравилось. В среде археологических находок выделяются два специфических наконечника, связанных с наездом монголов на Краков. Вот, наверное, этот город был, который сгорел, его просто воссоздали интерактивно. Хотя, вообще, это Мариатская базилика. Что-то я вообще уже того. Народ, смотрите, узнаем, да? Центр города. Вот, как они здесь разрыли и все это нашли. Все еще охранники бегают за нами. Некоторым нравится, некоторые, как мы, в шоке ходят. Некоторые снимают с двух фотоаппаратов. Некоторые просто проходятся. Ну, по мне, так честно. Мы уже сказали наше время. Трата денег и времени. Вот, сели, посмотрите. Видео. Ну что, здесь, здесь и позитивные, классные вещи. Вот, фильмы, которые мы сели и посмотрели. Ух, пять кинотеатров, по-моему. В каждом рассказывается разная история и история, и как на Краков нападали, и про Мариатский костел, и про Вавельский замок, да? Да, и про еду, про быт, про все, про интересное. Мужчина интересна. На польском с английскими субтитрами. Вот это мне нравится. Ну, мужчина рассказывает. Да, мужчина с мужчиной. Да, он очень классно рассказывает, очень интересно. И польский, ну, немножко-немножко понятен. И также английские субтитры, английский мы знаем. Но здесь что-то такое страшноватое. Сейчас уже, видимо, Казимеш, видео вы видели про Казимеш и про список Шиндлера, ну, про музей Шиндлера. А мы смотрели такие фильмы, более позитивные, да? Мы смотрели про историю, как-то было не так страшно. Вот такие кинотеатры. Здесь два и два человека. Ой, и охранник. Ну что, вышли мы из музея, да? И какое у нас, в общем, решение для вас? Мнения, скорее, нет, чем да. Единственное, что из этого всего понравилось, это вот эти вот кинофильмы, которые про город, про историю, про... Ну, вот вообще про все. И то мне понравился даже больше, чем фильм, потому что ведущий был, какой импозантный, симпатичный мужчина в возрасте. Он даже мог, он просто на каком языке ни говорил, мне кажется, просто интересен сам по себе, как вот образ личности. И все. А еще что мы узнали про наш отель? Он тебе говорил, а ведь что? И это создатель алтаря, который вы показывали в вориадском костюме. Там алтарь церкви Святой Марии, и который этот алтарь немцы, фашисты, не фашисты, фашисты, они его, я так поняла, разобрали. Разобрали и в Мурберге, на складах его потом нашли в 45-м году и только лишь его открыли в 1957-м году опять и в Мариадском костюме. А так, в принципе, музей, ну простите, по моему мнению, ни о чем, но если, ну, если ты ничего не видел, наверное, в принципе, ну, будет интересно. А так, я так понимаю, много денег на раскупки, конечно, что много денег на этот интерактив и все. Ну, мы вам все показали, решать вам. Кстати, ведь что? Дожил до 90 лет. Боже, до 90 лет дожил. Кстати, снимать нельзя видео. Почему снимать нельзя? Видимо, потому что нечего, действительно, если все увидят, что там, то особо и идти не захочется. Ну, камеры не отбирают, просто выключите, выключите, выключите. Нету такого, аглотобрать камеру или попросить стереть видео. Да, но раскопки велись, раскопки велись, получается, вот здесь. Сейчас покажу. Вот здесь вот все были раскопки. Все здесь было разобрано, раскопано. Вот. И люди все еще идут в этот музей. Хочется им показать видео, ну ладно. Ажиаташ, что смотреть нечего, как по мне. Билетов нету, билетов нету. Так что, ну вот, показали вам хоть чуть-чуть. Все, спасибо, что были с нами, решать вам. Пишите мнение в комментах. Все, всем пока!